У меня еще есть много вопросов в плане того, как на партию повлиял уход Санду, на саму партию ПАС и по поводу президента для всего народа. Остается у нас пять минут. Вот я честно сказала, есть два вопроса. Давайте постараемся в этот временной промежуток все-таки войти. По поводу партии. Ну там сейчас это похоже не настолько на партию, сколько на какую-то послушную президенту группу. Вот есть группа депутатов, она видна. Партия сама по себе не видна, потому что нету каких-то особых отдельных заявлений, где бы мы видели, что это какая-то особая партия, какой-то доктрина, идеология, на крайний случай с какой-то позицией политической своей, хоть немного, которая отличается от Санду. Поэтому, ну вы видите поведение временного лидера или временного председателя этой партии. Ну он же абсолютно подочетан, абсолютно, то есть подчиняется всем капризам президента. Ну какая может быть, к черту, извините, партия? Это не партия, это группа послушная президенту. И я думаю, что поскольку есть Майя Санду, то партия не теряет просто совсем лица, то есть у нее есть лица, потому что партия и есть сама Майя Санду. Ну я надеюсь, что не так, мы мало знаем, что происходит внутри ПАС, это не очень демократическая партия, у нас и нету таких, и они не должны быть очень демократичными, просто они претендуют на то, фильтры там, что там, эритократию выдумали. На самом деле это обычная молдавская партия, где все проходит под ковром, и слава богу, мы не должны все знать, все эти ужастики, которые, легче жить без них. Ну разве так, да. Но все-таки говорят, что там определенная возня идет, борьба за руководство партии, все-таки Майя Санду ушла, а Гроссу это временный председатель. А все воспринимают Гроссу там как в качестве лидера? Гроссу скорее руководит в центре, но на местах его не особо жалуют, говорят, что он излишне, скажем так, нос держит, поднимает слишком вверх, дефицит какого-то общения. Поэтому там есть и какие-то альтернативные кандидаты, и про поп-шоя говорят, и про Владимира Болю, говорят, есть группа прагматичных бизнесменов. Не знаю, насколько это правда, но вроде бы как есть определенные люди, которые хотели бы видеть пас в другом ракурсе, более нацеленный на решение экономических проблем, на решение проблем вакцин, а не на возню с парламентом в борьбу. Вот все это, конечно, там происходит, но за этим нужно пристально наблюдать, и я думаю, со временем мы больше из этих процессов будем видеть.